В этот день, 29 января, родились Александр Куракин, вице-канцлер, дипломат, ближайший советник императора Павла I, художник-передвижник Василий Максимов. Василий Максимов – один из самых народных художников своего времени. Почти все его творчество – это картины народного горя, радости, народного быта. Да он сам был из простого люда. Его родители-крестьяне рано покинули этот мир. И все его детство прошло в монастыре, где ему очень помогло внимание иеромонаха Антония Бачкова. Он был ему воспитателем, он же познакомил его с произведениями Пушкина, Гоголя, Крылова. Хотя Максимов не принадлежал к поколению первых передвижников, но был по духу близок к ним. Даже прошел тот же путь бунта в Академию художеств. В 1866 году перспективный художник отказался от конкурса на большую золотую медаль, которая обещала творческую путевку в Европу. Мои убеждения меня заставляют не идти на конкурс. Я против заграничной поездки, потому что хочу изучать сначала Россию и бедную русскую деревню, которую у нас никто не знает, не знает деревенской нужды и горя. А несколько лет Максимов капитально осел в деревне. Под Петербургом, под Тверью. Его слова не разошлись с делом. Там он проникался жизнью простого русского человека и позже с гордостью говорил коллекционеру Третьякову, что не писал городских дам в шелковых платьях, мундирных тружеников и прочих малознакомых людей и перешел навсегда к деревенской жизни. Также 29 января родились Антон Чехов, русский писатель, драматург. Николай Урванцев, полярник, геолог, основатель Норильска. Несколько лет он провел в сталинских лагерях, причем отбывал срок в окрестностях основного им города. В этот день, 29 января 1649 года, Земский собор обнародовал соборное уложение. Новый кодекс законов России, он действовал около 200 лет. 29 января 1710 года вышел указ государя Петра I об официальном введении в России нового гражданского алфавита. Шрифт, которым долгие годы печатались русские книги. 1710 года, января в 29 день, великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич указал по именному своему государевому указу в приказе книг печатного дела впредь свышеописанного числа, всякие исторические и мануфактурные книги и каковы будут присланы переводы, печатать амстердамскими новоизданными литерами. Первый русский император привык во все дела вникать сам. И уж пропустить такое дело, как введение нового гражданского шрифта для всей печати, он не мог. Со времен первопечатника Ивана Федорова русские книги знали лишь полуустав, шрифт, который так напоминал древние рукописные тексты. Он, конечно, отвечал православному духу России, но создавал некоторые проблемы с печатью. Он плохо согласовывался с западной печатной традицией и был не так уж удобен к чтению. К тому же алфавит 17 века содержал до 46 букв. И это при том, что ни букву «э», ни букву «ё» еще не использовали. Это было идеальное поле для творческого запала Петра Великого. В декабре 1706 года русский царь при штабе своего сподвижника Меньшкова нашел некоего чертежника Кулинбаха. Ему поручил составить первые рисунки обновленных русских букв, более строгих, похожих на западные. Параллельно Петр I распорядился вычеркнуть из алфавита ряд букв, вроде «пси» или «кси». Введена была буква «э». Словом, это оказалось одной из самых энергичных и масштабных реформ русской печати за всю историю. 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге открыт первый в России аэроклуб «ИВАК», он же императорский всероссийский авиаклуб. Благодаря ему в России в первом десятилетии 20 века вспыхнул самый настоящий авиационный бум. Первые официальные дипломы пилотов, первые авиашоу, свой тематический журнал и организация научного дела в области воздухоплавания. Все это ИВАК. И первая трагедия в воздухе, гибель летчика Мациевича, это тоже ИВАК. Чтобы избегнуть порабощений, если не прямого военного, то уж во всяком случае экономического и культурного, чтобы сохранить свою независимость и остаться великой державой, России нужен воздушный флот. Такую цель избрал себе первый авиаклуб России. До самой Первой мировой он сделал свои знаменитые авианедели обязательной частью жизни столицы. Это были масштабные воздушные шоу, собиравшие весь Петербург. Любопытно, что именно в клубе простым рабочим «Ангара» начинал свою карьеру Сергей Ильюшин, один из крупнейших авиаконструкторов будущего. Но революции императорский всероссийский авиаклуб пережить не смог. Он прекратил существование в 1617 году. 29 января 1932 года на Горьковском заводе была выпущена «Полуторка» – первый грузовой автомобиль «ГАЗ-АА». Таким был этот день 25 января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok